Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 7 июня 2024 года, пятница. Местное время 15 часов 57 минут, Киевская и Московская 16 часов 57 минут. Ну, а я, ведущий этого канала, доктор Горбатов, зачитываю вам интересную статью, написанную или опубликованной Фёдором Александровичем Свечиным и исповедь бывшей душевной больной. Эта статья напечатана в журнале «Вопросы философии и психологии», книга 19, Москва, 1893 год. Итак, исповедь бывшей душевно больной посвящается всем скорбящим и страждущим. В виде предисловия письмо к читателям Фёдора Александровича Свечина. Жизнь моя, к несчастью, сложилась так, что мне много времени пришлось провести и иметь общение с весьма близкими мне дорогими душевно больными людьми. Если я не вправе сказать, что глубоко изучил душевные болезни человеческие, то всё-таки я имею случай серьёзно с ними ознакомиться. Я видел все фазицы, начало болезни, её продолжение, смерть от неё, а также и постепенное выздоровление. Обстоятельства сложились так, что больные живали подолгу у нас в доме, и целыми месяцами мне приходилось ухаживать за ними, успокаивать их всяческими путями, быть у них день и ночь на страже и делать это по отношению к некоторым так, чтобы это не было для них заметно. Ну вот тут, исповедь бывшей душевной больной, имеется ссылка, данная редакцией журнала «Вопросы философии и психологии». Хотя печатаемые воспоминания бывшей душевно больной представляют сырой и отчасти субъективно окрашенный материал для суждения об истории её болезни, и потому не допускает никаких научных выводов без надлежащего освещения фактов со стороны специалистов. Тем не менее, ввиду живости и искренности рассказа они могут быть интересны не только для публики, но, пожалуй, и для специалистов. Предисловие почтённого Ф.А. Свечина представляет, конечно, тоже ряд чисто субъективных наблюдений и обобщений дилетанта, но оно выясняет многое в исповеди, а потому мы нашли нужным и его напечатать почти полностью. редакция журнала «Вопросы философии и психологии». Книга, 19-я Москва, 1893 год. Обстоятельства сложились так, что больные живали подолгу у нас в доме, и целыми месяцами мне приходилось ухаживать за ними, успокаивать их всяческими путями, быть у них день и ночь на страже и делать это по отношению к некоторым так, чтобы это не было для них заметно. Мне пришлось видеть разные формы бреда, и религиозный, и бред величия. Я имел дело с больными буйными и совершенно спокойными, апатичными, у которых силы и способности физические и умственные были совершенно убиты. Я помню одного больного, очень умного и образованного, который в числе других проявлений болезни вообразил себя диким островитянином и, раздевшись до гола, объявил, что все тоже, все тоже дикое, а одежда, предрассудок, никакие убежения и силы не могли заставить его одеться. Это случилось в деревне летом, и он всюду желал ходить раздетым, чего, конечно, допустить было невозможно. Он выходил из себя, обил стекла, и нельзя представить себе тех трудностей, которые пришлось пережить без всякого над ним насилия в течение нескольких дней, пока эта именно форма бреда продолжалась и не перешла в другую. Этот больной после умер в одной из петербургских больниц. Помню я и другого больного. Мне пришлось почти неотлучно провести с ним более четырех месяцев. Он был совершенно кроток и спокоен. Начало болезни выразилось в форме бреда величия, а потом явились обширнейшие проекты во всех возможных сферах жизни. Раз меня разбудили в начале ночи, и я должен был несколько часов рисовать ему план храма, который он намеревался воздвигнуть на месте убиения покойного государя, и который должен был превзойти красотой все досели существующие храмы мира. Он понимал в живописи и архитектуре. Между тем трудно найти человека, более меня неспособного к рисованию. Больной, у которого руки действовали очень плохо, требовал от меня, чтобы я на бумагу, карандашом переносил его фантастические, блестящие мысли и планы, чего, конечно, я сделать не мог. Он страшно сердился. Глаза его блестели от вдохновения и от злобного чувства, и на себя за свое бессилие, и на меня за полную неспособность перенести на бумагу его вдохновенные мысли. Так провели мы время до утра. Я проводил какие-то линии. Согласно его указаниям, он сердился за то, что параллельные и угловые линии были неправильны и неверны, а я, отвлекая его от бумаги, чтобы не сердить еще более, старался останавливать его на словесном развитии, подробности и красоте задуманного им храма «кружевной» архитектуры. Он увлекался, развивал свою идею, стал совсем добрым и, наконец, благодарил меня и целовал за то, что если не на бумаге, то на словах я его понимаю, а затем, сказав, что устал, мирно и кротко заснул на диване. На другой день и после ни помину, ни разговора о храме не было, этот больной позднее умер в одной из московских больниц. Один из больных моих совершенно внезапно заболел мыслью о том, что совершил преступление. Это был добрейший и кратчайший человек, не способный никого даже обидеть. От сознания, будто бы совершенного им преступления, он говорил о Боге и его суде, не желая подвергаться суду человеческому, который во время болезни отвергал. Целыми днями приходилось оставаться с ним наедине и разубеждать его. Он всегда был кроток, но то горько плакал и сокрушался, то критиковал разные философские теории. Иногда он приходил в такой экстаз, что, не отпуская меня, держа за борт сюртука, отрывал пуговицы, но при том всегда кротко выслушивал мои возражения. Однажды он позвал меня к себе и, лежа на кровати, потрет бабал шпагу или кинжал, чтобы лишить себя жизни. Когда я стал отговаривать его, он пришел в ярость, утверждая, что не желает суда людского, а предпочитает суд Божий, который милосерд, а люди безжалостны, и что, хотя он знает, что лишение себя жизни грех, но отдает себе в рутсе Божии и требует оружия. Сказав, что понял его, и сейчас принесу оружие, я просил только погасить свечу, чтобы все совершилось в темноте. Через несколько времени, рассчитывая на то, что он забудется, я вошел к нему на цыпочках, но, однако, ошибся. Чуть только я приоткрыл дверь, как в темноте услышал голос, «Ну что, принесли?» «Принес», отвечал я, и подал ему тупую линейку, «Этим можете и колоть себя, и резать». «Прошло минуты три, колю», «Не больно», сказал он. «Попробуйте резаться», ответил я ему, «Я слышал, как он, конечно, бесплодно и безболезненно водил по горлу линейкой, «Не режет», сказал он, «Потому что Господь, в Которого вы так верите и любите, не желая такого великого греха, с вашей стороны, ответил я ему, «В самом деле, вы так думаете, убежден? Так ведь, значит, чудо совершилось? Конечно! Ну, теперь я буду покоен, чудо и надо мною, а то ведь на самом деле грех великий». На другой день он спросил, «И так совершилось?» «Совершилось!» «Смотрите же, никому не говорите!» Дня через неба вечером он объявил, что умирает и просил послать за священником, чтобы исповедаться и причаститься. Он боял, он был в иступлении, метался, задыхался и кричал, «Умираю!» Я в самом деле подумал, что он чем-нибудь отравился. После причастия, когда мы остались вдвоем, он таинственным щепотом объявил мне, что умер окончательно. «Но что хорошо вам теперь?» спросил я его через несколько секунд. «Удивительно хорошо! так сладко, так спокойно, кругом наверху, вниз все, внизу все такое светлое, голубое», отвечал он, лежа навзничь, на спине, скрестивший руки на груди, как укладывает покойников. «Да ведь это душа моя только в голубом эфире, а тело-то здесь скоро хранить будут. Ну так вы и лежите теперь покойно, как лежите, чтобы не испортить положение, только дайте я вам подушку подложу». И с этими словами я подложил ему за затылок толстый компресс и стал тихонько гладить его по голове от лба к затылку. Он скоро захрапел, а на другой день стал по немогу поправляться. А затем через несколько времени выздоровел. Помню больную, которая в припадке бреда величия объявила себя царицей мира, требовала одеть ее в царскую мантию и затем, покрытая шалью и с ледяным компрессным мешком на голове в виде короны ходила по залам ради спасения от заговора русского царя, окруженная свитой, которая, чего она абсолютно не замечала, вся плакала, не исключая и маленьких ее детей. Страшно вспомнить те минуты, которые в течение многих месяцев, как я говорил, пришлось пережить в собственном доме, иногда без достаточной, под руками помощи, по отношению к людям близким и дорогим. Упомяну только еще о двух случаях. Раз, в момент начала болезни и экстаза мне пришлось вовремя вырвать у матери грудного ее ребенка накормила сама, так как до этого момента болезни не замечалось. Когда она, схватив его из кроватки за ноги, размахнулась им, желая ударить головой о стену и таким образом принести жертву Богу. Трудно представить себе ту борьбу, так как мы были одни, которую мне пришлось выдержать. Когда, защищая ребенка, я должен был в глазах матери обратиться в разбойника, похищающего его, она меня уже не узнавала. В другой раз, чуть забывшись, чтобы отдохнуть, в четвертом часу утра я в своей спальне услышал неистовые вопли и топот босых ног. Догадавшись, в чем дело, и вскочив как безумный, я бросился вслед за криками по огромным залам. Впереди я увидел стремглав несущуюся больную в одной рубашке. Слава Богу, мне удалось ее догнать, хотя уже на окне третьего этажа. Она, очевидно, в неописуемом ужасе хотела выкинуться, как бы от чего-то спасаясь. Двойные рамы, по моему распоряжению, на всякий случай, были вновь вставлены накануне и раньше, чем она выбила стекла, я поймал ее за рубашку. Опять началась борьба, борьба жестокая, так что у больной руки на другой день были синие и требовали компрессов. Дело было почти на рассвете, прислуга была далеко, спала, и пока прибежала на крики, я уже ослабел настолько, что больной удалось выбить локтем стекло балконной двери, куда она стремилась, очевидно, под влиянием той же галлюцинации, от чего-то спасаясь. На все остальные случаи в этом роде были и трагические, иногда же и комические, подчас отвратительные, опускаю завесу, вот ссылка, между прочим, я помню, как один из больных, привезенный в город для помещения в психиатрическое отделение больницы, на другой день убежал из гостиницы, куда временно его поместили. Он явился в местное полицейское управление с протестом против принятых относительно его будто бы насилия. В полицейском управлении к его заявлениям отнеслись серьезно, не зная, кто он и откуда, и когда чиновник составлял протокол на основании казавшихся всем разумными и последовательными требованиями, больной для доказательства последовательности своих действий схватил с другого стола огромную чернильницу и песочницу и моментально вылив правой рукой чернила на голову составляющего протокол, левой посыпал ему голову песком. Этот больной умер в тульской больнице. Теперь, пережив все эти впечатления и ощущения, я вспоминаю, как некоторых из больных по необходимости и по неволе приходилось помещать в заведение для душевно больных, а потом под разными, большей частью обманами, предлогами усаживать в кареты и отвозить. При этом я лично испытывал и переживал такое чувство, которое понять со стороны возможно, особенно для людей чутких, а тем более его переживших, но описать его крайне сложно. Это чувство хуже похоронного, когда вопрос о жизни человека решен уже бесповоротно, тут же как-то раздваивающийся, с одной стороны, является сознание, основанное на разуме, безусловной необходимости покориться требованием науки, а с другой какое-то особое внутреннее чувство щемит. Точно совесть тебя упрекает за то, что отдаешь близкого человека в руки неизвестности, тем более, что вперед тебя предупреждает, что пускать к нему не будут. Кажется, поступаешь по разуму, совести и по советам окружающих тебя людей, а все-таки внутренно чувствуешь себя как бы в чем-то виноватым. В чем не знаешь, не можешь дать себе отчета, а в сердце щемит, несмотря на понимание того, что доставить больному дома те удобства, которые может дать ему хорошая психиатрическая больница, невозможно. Ссылка. Мы желали бы, чтобы это рассуждение Ф.А. свечено, не было истолковано в пользу предрассудка, что душевно больного следует как можно дольше держать дома. Следствием именно этого предрассудка беспрестанно бывает, что излечимые больные становятся неизлечимыми по причине излишней чувствительности их близких. Это ссылка, замечание, заметка редакции журнала. Кроме случаев со своими больными бывшими, так сказать, в постоянном общении со мной, я в течение пятнадцатилетней службы предварителем дворянства губернским и уездным имел возможность видеть, хотя на краткое время при освидетельствовании или посещениях нашей губернской земской больницы всевозможные мании, острые и хронические, стараясь не упустить от наблюдения ничего интересного, больные всех слоев общества, относились ко мне вообще доверчиво и делились со мной своими мыслями, будь то в спокойном состоянии или даже во время припадка, если только они меня узнавали. Однажды больной заперся, грозя револьвером, после объяснения через дверь он узнал меня по голосу откопер дверь, впустил и сам отдал мне револьвер, дав после того спокойно все необходимые и требовавшиеся от него объяснения, не упуская во всех случаях наблюдать и изучать душем на больных и привыкнув следить за каждым изгибом их души и мысли, за совершенно невероятными их переходами я не могу конечно забыть всех пережитых впечатлений и ощущений, отчего иногда даже против желания у меня возникает в сознании тяжелая и чрезвычайно ясная и резкая картина. На основании вышеизложенного я поставил себе задачи когда-нибудь поделиться с обществом всем выработанным и во мне живущим материалом но сознаюсь откровенно что я до сих пор не приступил к этому находя что у меня не достает главного то есть субъективно пережиты и испытаны впечатлений и ощущений как бы глубоко кто не изучал вопрос со стороны как бы ни был наблюдателен тем не менее он мог бы дать обществу только копию а не настоящую картину сколько бы я не сочувствовал больному которому делают ампутацию положим хотя бы ноги сколько бы ампутации такого рода не не производил как бы хорошо не знал ход и результаты таких операций все-таки я мог бы описать ощущения больного только со стороны внешнего наблюдения и такое описание вышло бы слабее того которое мог бы сделать человек субъективно переживший операцию я это понимал и это меня удерживало что-либо писать о видимом мною недавно однако мне удалось уговорить больную близкую и дорогую мне родную написать свои записки коснувшись и той части жизни которая меня бесконечно интересовала а ею была лично мученически пережита она исполнила мою просьбу и теперь я получил возможность поделиться с обществом тем своеобразным материалом которым обладаю читатели найдут его ниже под заглавием из дневника бывшей душевно больной получив записки и придавая им огромный интерес ввиду необычайной правдивости и силы всех передаваемых и в действительности воспринятых пережитых и выстраданных ощущений и впечатлений я свято сохранил в них во всей неприкосновенности форму и последовательность мыслей и каждое выражение скорби и страданий прочувствованных больной федор александрович свечин село ситова ефремовского уезда тульской губернии и так из дневника бывшей душевной больной читаю гюйом это психолог философ а может быть и врач французский ли религион де ла венир интересная чрезвычайно богатая глубокими идеями книга гюйо доказывает что вместе с ростом культуры в человечестве растет и культивируется идеал божества в конце же концов по его мнению личного бога нет и сына божьего нет все это легенда происшедшая незнание происшедшая от незнания человечеством разных законов которые открыты наукой в мирах астрономическом геологическом минеральном и прочих и наконец в истории человечества и что в конце концов все это сознают и придут к моральной нравственности чему протестантизм и положил уже начало выскажу личный взгляд свой мне кажется что люди будут всегда иметь идеал эстетический и нравственный удобно понятный как для мужика так и для интеллигентного человека какое учение в этом случае может быть лучше выше и вместе с тем проще учение Христа вопрос в минуту душевной подавленности при тяжелом личном горе которое сравнивает всех и сближает людей как ничто другое в одной стройности природы и философской истины для понимания которых нужно известное развитие нельзя человеку найти опоры для поддержания самого себя и для нравственного укрепления духа в образе живом в живом общепонятном и доступном слове в примере страданий в понимании того что и у великих страдальцев рода человеческого были минуты слабости не сомнения в своей идее а содрогание за нее и скорее сомнения в самом себе как в живом теле человек может только найти то что ему нужно в такие минуты служа идее видя ее поругание и торжество пошлости и материализма окружающего человека изнывая нравственно только в этих образах и в понимании и сочувствии когда-то жившим и страдавшим душам может найти нравственную силу и в себе самом сам Христос в саду Гефсиманском сказал душа 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 моя скорбит смертельно потом отче мой если не можешь чаша сия миновать меня чтобы мне не пить ее то то будет воля твоя затем обращаясь к апостолам сказал бдите и молитесь чтобы не впасть в искушение дух бодр плод же немощна и на конец богочеловек и на кресте всеми покинутый воскликнул к богу отцу боже мой боже мой вся вскую мя если оставил всеми этими словами он вечно близок и понятен нам такие же божественные слова его придите ко мне все труждающиеся и обременее и аз упокою вы вырезаны нестираемыми не сгораемыми вечными буквами на скрижалях нового завета на вечную память роду человеческому аллергия поленос трава уже цветет прямо горло дерет слова эти заключают в себе вечную силу это клич к несчастным страдающим угнетенным униженным и оскорбленным а так как полмира состоит из таковых полмира и вряд ли когда-либо в этом мире наступит благоденствие и нерушимое счастье для всех то и слова эти во веки веков найдут себе отклик и будут завоевывать себе сердца по крайней мере половины рода человеческого я выросла в религиозной среде и на все мои пытливые вопросы что такое Бог жизнь смерть зло добро мне отвечали известными объяснениями по религии закупоривающим и мозг по Гюйо и Спенсеру на пассивность а не на активность но мозг мой кажется не закупорился голова моя не могла угомониться остановиться на этих объяснениях помню мне семь лет мы с сестрой сидим с няней Ольгой Филипповной наверху в детской она с очками на носу закинув как-то голову вверх и держа близко книгу к свече по складам и в растяжку читает страдания спасителя мы с сестрой смотрим картинку Христос перед Пилатом из большой раскрашенной священной истории мы полны негодования к толпе кричащей распни Пилат проколот булавкой в трех местах это дети прокололи значит вот автор исповеди сестра Пилат проколот булавкой в трех местах Христа мы так любим что хочется тоже страдать за него и мы жалеем что уже нет таких жестоких царей которые мучают и жгут за веру няня что такое Бог спрашивает наконец я она отрывается от книги и отвечает Бог есть дух отвечает она а что такое дух няня няня подула и говорит вот дух я окончательно ничего не понимаю полное недоразумение да зачем же он во рту он дух да он не во рту и какие-то ты всегда вопросы задаешь Соня много будешь знать скоро состаришься сказала недовольная няня очень занятая процессом чтения я вспомнила что и мама говорила что Бог это дух и долго потом дула на ладонь как няня и все думала и не понимала вырастая я не переставала углюбляться в эти вопросы не находя ответа в людях которые в тот момент может быть всеми этими вопросами уже переболели я бросилась к книгам чего чего и каких только философий не читала я Хомяков одно время совсем меня захватил над его предсмертной статьей о движении кажется она не окончена я даже заболела мой духовный экстаз любви к спасителю к родине и желание пострадать за всех несчастных доходили до внутренней дрожи до зноба я хотела испить всю чашу страданий в жизни чтобы уметь все понимать я хотела всякое страдание вкусить чтобы уметь все понимать и прощать испить горькую чашу до дна быть кроткой как голубь и мудрой как змей возбуждение мало помалу и постепенно подготавлявшееся дошло до такой силы что мне открывались такие идеи от которых я теряла равновесие и только молила Бога закрой завесу я поняла тут что невозможно познать Бога личного громадного абсолютного от желания поднять завесу к нему теряешь равновесие пескарь не может проглотить карпии козявка ползущая на моей руке не может воспринять весь мой образ даже руку не может тут я поняла и уверовала что есть Бог начало начал но что нечего углубляться в то что непонятно и не может быть понято на это нужно опустить завесу и мне захотелось знаний захотелось познать творение меня заинтересовал материальный физический мир знанием физического реального дойдешь до многого но теория это не отнимало от меня религию и Бога который для меня был за этой завесой для многих там ле нэнно нэн по русски это выражение гораздо уже и беднее но это ничто то есть темнота меня не удовлетворяла и пугала больше всего на свете и я стала учиться у конта я нашла программу с чего начинать помню его классификацию наук или лестницу знаний как я называла во первых математика три ветви ее наука чисел геометрия механика второе астрономия третье физика четвертое химия пятая биология шестое социология физика разделена на пять отделов учение о тяжести или барология второе учение о теплоте или термология третье акустика четвертая оптика пятая об электричестве и вот я страстно стала желать одолеть все это и как я проклинала свое невежество увы я в детстве не интересовалась вовсе математикой и очень мало ею занималась а так как он считал ее лестницей связывающей одну науку с другой не целью а средством ко всему добраться то мне и пришлось начинать с азов и долго сидеть над учебниками Малинина и Буренина и практиковать свою голову гимнастикой всяких задач великое наслаждение учиться когда есть цель когда вычитанная мысль не гуляет как по чистому полю в голове и не зацепившись ни за что так же быстро может вылететь когда мысли укладываются в известные рамки под управлением вполне сознательной воли и понимания куда что идет и когда над всем царит снедающее любопытство идти дальше познавать и овладевать знанием увы я только могу сказать что подскребла подножие этой лестницы могла только вкусить крохи предыдущая моя подготовка не позволила мне все осилить вполне да и жизнь захватила своими событиями в этот период я встретила сочувствующую душу и мы друг друга поняли и полюбили с этой минуты когда я поняла что люблю его то отдалась ему вся бесповоротно всеми силами души три года мы были помолвлены между собой женихом и невестой так как он был на втором медицинском курсе и без всяких средств то мы и ждали окончания курса чтобы потом начать трудовую жизнь он поддерживал меня в занятиях доставлял мне книги и я училась и жила перепиской с ним почти ежедневной с постоянной думой о нем как я любила его и как была счастлива какая такая сама была бодрая энергичная хотелось деятельности окиснуть и ныть не представлялось надобности даже сочувствовать грусти не могла во мне точно что-то жизнерадостное пела похоже на манию я слышала в этой песне что он любит меня что он мой а я его я вкусила сладости жизни только своим духовным миром и мне она так хороша показалась я уже не мечтала о будущей загробной жизни о достижении совершенства мне наша жизнь внизу с заботами горем беспокойством земными радостями казалось такой притягательной понятной хорошей что одни радости без забот одно добро без зла и страданий без сочувствия ими помощи стали как-то непонятными зло дополняет добро чтобы лучше можно было понять и оценить торжество последнего жизнь оттого и есть движение что она заключается в борьбе с трудностями и со злом ради добра угождать дорогому человеку услаждать его жизнь в этой рамке заключалось для меня все это и поглотило меня окончательно говорят что в счастье люди эгоисты мне кажется что и они неинтересны для людей остального мира для меня не существовало вопросов жизнь казалась так сладка так мила таким раем что зачем же другой рай зачем углубляться во вселенную там всякий свое найдет и того довольно вселенная была для меня загорожена живым идеалом моим земным богом он был доктором по сложившимся обстоятельствам но певцом по призванию большой идеалист и такой же фантазер как и я я любила в нем это вечно эту вечно бьющую струю жизни и вечное брожение ведь как говорят и основа жизни одно бродильное начало он не знал преград своим желаниям и целям уверенности в умственных нравственных силах человека вообще и энергии сдвигающей горы в нем было без конца он как пчела и свитка старался брать из жизни и сложных встречавшихся ему характера все что они давали и всегда при условии вечного анализа преклонялся перед всем прекрасным и правдивым он рвался видеть как можно больше углов картины именуемой здешним миром видеть наиболее прославленные центры жизни где наиболее выразительно и сладостно для вдумчивого взгляда бьет и развертывает свои силы та неведомая громадная энергия которая делает все для достижения и осуществления своей идеи он был натуралист художник и поэт прошло несколько лет и жизнь пролетела ураганом сломала и скобверкала разбила в деребеске многое сейчас я не в настроении описывать поэзию и счастье нашей жизни придет может быть время вдохновения и тогда слова найдутся и польются в одухотворенных чистых образах в картинах дышащих и трепещущих жизнью живыми воспоминаниями есть минуты в жизни человека когда горе унижает раздавливает и попирает вся святая святых его души я не сравню его с горем потерю любимого человека в смерти многие вероятно в такие минуты лезут в петлю кладут голову на рельсы или выпивают попавшийся под руку яд тогда у человека и мысли не думать он изнемогает не физически нет недостатков энергии действий и поступков но самочувствие душа но самочувствие душа его вся исцарапана разбита точно в ней ничего нет кроме чувства похожего на то будто огромный камень придавил ее в один из таких моментов я механически пошла в церковь молиться конечно не могла то есть видите она попала в депрессию там прошло несколько лет и жизнь не царапала изломала все и так далее молиться конечно не могла стояла как истукан и мне не то что легче было а лучше чем где-либо и уходить я не имела сил вышла с толпой или скорее толпа унесла меня я чувствовала совершенно объективно силу поддерживающую меня и тогда мне стало ясно что есть Бог и я начала замечать таких же как и я помню поздно вечером почти ночью в Петербурге поворачиваясь литейной на Сергиевскую я увидела женщину стоящую большой с закрытой двери церкви святого Сергия в каком-то оцепянении и неподвижно униженное оскорбленное горе страшное на душе к Богу пришла подумала я и сердцем хотела мне обнять и слиться со всеми униженными и оскорбленными в глухих деревнях забитых снегом по избушкам в темноте суеверия копоти вскудости при скромных до нуля потребностях вот где настоящие наши униженные и оскорбленные кто кто их не запугает кто не уверит и в чем угодно а мало еще поборников за их право мало людей отдающих им душу эксплуататоров куда больше и выросло передо мной святое дело широкое и живое но тихое скромное и кропотливое когда увидишь плоды на внуках этих отцов может быть это слишком эти слишком забиты заросли сами глиной грязью условий наследственности как бы не испугаться действительности и не забыть цели и эти униженные и оскорбленные так и идут к Богу верно это дает им сладость иначе как можно так жить так терпеть и так гнуть голову покорно на все эти условия на все скажут забитость а я скажу да но с другой стороны и сила такой народ и дает чудеса силы выносливости терпения однажды один мой знакомый стал бронить иверскую часовню говоря что поклонение этой иконе там на месте тоже и дало поклонство мне стало больно больно от того что помимо многого формального рутинного там есть и другая сторона которую всякий начальник земли русской обожающий народ живущий с ним так сказать одним сердцем не может не видеть сколько там было пролито святых страдальческих слез малых сих униженных и оскорбленных я думаю что эта икона свята уже тем горем теми слезами которые туда принесены были и молитвами освящена ничто не пропадает на земле и ни одна эта слеза не пропадет это все силы души эфиры внушения невидимые газы материя своего рода вспоминаю некоторые глаза молящиеся невольно с уважением постороннюся это точно луч занесенный и светящийся откуда-то еще нет более униженных и оскорбленных как сумасшедшие и душевно больные еще нет более униженных и оскорбленных как сумасшедшие и душевно больные никого на свете мне так не жаль особенно тех которые в больницах так как раз человека поместили туда то уже отчасти спустили по наклонной плоскости вниз и этому человеку нужно быть очень сильным чтобы выбраться и получить снова право гражданства активность смелой воли так как там она всеми условиями забивается я была в первоклассной клинике когда была больна с гуманищими докторами кроткими сиделками и то это чувствовала что же тем где порядки плохие где больничный персонал негуманные люди где сиделки бьют и душат больных недавно было в газетах что в Харькове на Собуровой даче это Собурова дача там это вот была губернская психиатрическая больница Собурова дача и сейчас значит когда говорят в Харькове например что человек с ума сошел или ведет себя как психбольной вот тебе пора на Собурову дачу обвиняли сиделки в задушении больной Адасон их оправдали моя душа скорбела читая это всю ночь были тревожные сны и долго не спалось мне вспомнилось как я сидела в буйном отделении психиатрической клиники помню эту светло-серую комнату с тяжелой коричневой дверью без ручки и окошком в коричневой раме высоко над полом я помню что умудрялась залезать чтобы заглянуть в окошко и что-нибудь увидеть разрешающее мое недоумение где я что я а это страшное одиночество и страх перед всеми ужасами галлюцинаций там был пустой маленький двор огороженный стереотипным серым забором росла травка помню даже как она покачивалась в окно виднелась водокачка божий чем только она мне не представлялась а больше всего гильотиной на которую должны взойти все мною любимые люди и казалось мне что они всходят и кладут головы и я замирала тогда мне казалось что я в Петропавловской крепости или в тюрьме что тут сидело до меня много больших людей и мучеников и я в умилении следила за знаками пятнышками на стене мне представлялись тени декабристов и я в умилении целовала эти пятна высыпли хорадки стянула мне губы а я думала что мне запечатали рот помню короткий пустой коридор с тремя высочайшими коричневыми дверьми тоже без ручек они открывались ключом наглухо запертыми единственный желтый деревянный деревянный диван на котором сидела дежурная и часы которые по страшной восприимчивости моего слуха в то время оглушали меня окружали со всех сторон своим точно со свистом дышащим тик-так тик-так и эти ночи восклицательный знак помню кожаную кушетку с моей постелью то невообразимое недоумение в каком я была где я что я где мои дети все кого я люблю и кто меня любит какая сила оторвала меня от всего страшная тоска тоска душила и я все представляла себе то 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 другое помню этих простодушных сиделок им не велено много разговаривать с больными и говорить с ними о родных на все вопросы они молчат большей частью да что же ими делать игнорирует того человека который около них бьется господи да и к агонием привыкает что такое сумасшедшие сумасшедшие это человек между которым и окружающим его миром и людьми вдруг легла пропасть он находится вне сознания и времени и пространства его мысли представления переносят его за тысячи миллионов сфер от действительности связь с нею нарушена и равновесие потеряно где граница между здоровым и больным состоянием трудно ее уловить галлюцинации суть мысли в образах и ощущениях настолько кажущиеся реальными и живыми что пугают и увлекают человека со страшной силой вне действительной среды изменение сферы всех чувств зрения осязания обоняния глазам представляются картины с красками при взгляде на гладкую стену лица окружающих кажутся измененными в ушах всевозможные звуки даже обонянию представляются разные запахи наконец испуганное и измененное обращение близких все это как факты свидетельствует для больного об изменении во всех отношениях его самого и всего окружающего мира и вот является такая тоска по утраченному и жажда простого все дневного будничного и страшно милого а мания величия она является осознанием грандиозности галлюцинаций и представлений охватывающей человека я помню упоение величием того что все страдания я выпила стало быть все могу понимать и знать чего другие не знают все проникло пронизало выстрадало схватило так сказать жизнь за хвост но пациентка страдала биполярным расстройствами или циркулярным психозом в этом бреде есть свое упоение я чувствовала себя подчас а-ля летре царицей мира но славы не хотела так как во славе есть нечто подавляющее свободу других лиц что несовместимо с идеями братства свободы и равенства этими чувствами была переполнена тогда моя душа и так у сумасшедшего сознания окружающей его действительности нет но самочувствие способность страдать есть и даже страшно напряженное и повышенное доктора в том немного и греша что не всегда это понимают они видят причину болезни только в физике и часто совершенно забывают духовную сторону он или она в бессознании и на этом успокаиваются и этими словами человека точно отрезывают от всего живого поправится физически поправится и духовно говорят они и на этом основании нуль внимания на его мольбы подчас все это так но не надо забывать что в той же медицине доказано что и настроение и духовные причины горе и радости могут вредить здоровью или поправлять его я слышала один рассказ жестоко возмутивший меня сидел в больнице для умалишенных один молодой человек прежде очень живой и всеми любимый он должен был венчаться с прекрасной тоже всеми любимой девушкой все ему улыбалось в лотерею он выиграл большую сумму денег пункт помешательства его был или идея фикс богатство знатность деньги он устроил вечер с танцами великолепным ужином был страшно возбужден и когда приказал экипаж везти в зал тут и заметили что он ненормальный и поместили его в больницу чтобы он выздоровел он был буйный временами рвал на себя в кулачки рубашки простыни в некоторые минуты страшно умолял чтобы ему позволили увидать старуху мать плакал рыдал он сидел уже около года в больнице но доктора продолжали говорить матери что вредно больным видеть родных и даже опасно и чего я ей не прощу этой старухи она не настояла и не пошла и что же он все равно умер через год а она стара стара и все живет чужой век заживает неужели совесть ее никогда не шевелится старая и чего боялась он может быть повидавшись с ней стал бы радостен и спокоен а она доставила бы ему несчастному хоть кроху счастья право из-за этого стоило решиться я знаю что мне то же самое говорили когда у меня был мой дорогой больной но я силой не дремлющей любви и жалости настояла и так он был спокоен счастлив при свидании а до того писал громовые письма ругательные телеграммы и призывал на меня всякие проклятия за то что я его забыла и к нему не являюсь значит не знаю или муж или кто вот болел и врачи не пускали ее но она все-таки вот эта бывшая психбольная да Соня ее зовут Соня все-таки преодолела эти запреты повторяя опять сделаю может быть слишком смелый вывод у сумасшедшего сознания окружающей действительности нет у сумасшедшего сознания окружающей действительности нет но может быть есть предчувствие чего-то другого чего-то что будет после нашей смерти по ту сторону ощущениями чувствами обонянием слухом осязанием он дотронулся прикоснулся до чего-то вне сферы здорового человека это своего рода длинная агония так как агония мне кажется и есть переход тяжелый переход туда в другой мир я следила за умирающим любимым человеком он был без сознания дышал тяжело и поспешно точно поднимался на тяжелую гору глаза были широко раскрыты и в них я читала то испуг то ужас то восторг то созерцание то строгое благоговение накануне он все тащил меня и молил пойдем пойдем вспомнила я тут одну прежнюю свою галлюцинацию и как бы в ответ на нее и чтобы помочь ему крепко сжала ему руку во мне ли то было или я была в умороке когда меня отирали решительно не знаю мой дух несся где-то по другую сторону и было очень страшно и очень жутко были картины на такие но такие чужие что я их не могу назвать и рассказать сейчас когда я здорово на них и слов нет было одно ощущение человеческое что кто-то держит мне два пальца указательные и средние и так мне было легко и отрадно присутствие помощи человека в этих двух пальцах что когда он умирал я тоже держала его за руку для меня и для действительной жизни он был без сознания но самочувствие само по себе у него было я так это почувствовала что когда он умер и я закрыла ему глаза поцеловала его в холодный белый лоб то прошептала до свидания не даром гамлет в том аффекте в каком он был конечно он был нервно больной говорил есть много друг гарации я повторяю тоже да есть много друг гарации что не снилось никому и я это ощутила но теперь недостаточно помню чтобы рассказать это ясно я забыла припоминая только что в моих бредах снах прошли тысячелетия что только я не переживала из прошедшего и из будущего и конец мира и страшный суд и борьбу религий реформацию папство и революцию и борьбу конституции с монархией и бунт черни и ее господство и все это за серым забором о который я билась до изнеможения чтобы уйти туда где борьба и все мною любимые люди я рвалась на борьбу за правое дело и казалось мне что я должна страдать и что-то делать чтобы добиться истины спасения всему человечеству и я плясала здоровое я понятия не имею о пляске пела и падала в изнеможении помню в саду я раз так и упала на весеннюю из-под снега открывшуюся землю и стал обнимать и нюхать ее я так и замерла обхватив землю с ее живительными запахами и так хорошо себя чувствовала мне хотелось слиться замереть ее объятия а какой-то голос говорил во мне слушай слушай землю несчастная дочь земли как слушали ее старые евреи и дети индры погружаясь в великую нирвану нынешние люди вы не умеете слушать слушай и ухо твое растелится по всей вселенной и ты услышишь от легкого шелеста падающего лепестка с дерева от червяка выползающего из недр земли на луч солнца до озвуков верблюдов в раскинутых шатрах по ту сторону земного шара до движения воздушных эфиров и трупы ангельских в царстве страшного иеговы и я замирала в слухе необъятном нельзя на земле лежать она холодная простудитесь и сиделки стали подымать меня о боже опять мучает и кто эти женщины эти угловатые куклы эти старожихи моего несчастного тела меня оторвали от спокойствия бесконечного и посадили на скамейку голова должно быть у меня кружилась так как я не могла понять где верх и где низ земля зеленая трава и земля зеленая трава перемешались с голубым небом и серыми облаками мне казалось что со всех сторон у меня глаза что череп мой раскрыт сзади и зияет на солнце раскрытые нервы бьются и страдают и опять голос слышался несчастное вот что значит добраться до древа познания добра и зла да вы спять матушка хотите сказала сиделка ласковая заглядывая мне в глаза пойдемте лягте и я легла и все недоумение и все не было разрешения помню раз я придумала уж не призраки ли все мы и чтобы испробовать это схватила сиделку за щеку и ущипнула ее она страшно испугалась за это кажется меня перевели в буйное отделение что же было бы если бы эти сиделки били меня и душили как это еще более запутало бы мой бедный рассудок выкарабкалась я выкарабкалась выкарабкалась либо я еще а этот ужас леденящий от одиночества духа от страха смерти и всех этих картин наплывающих дикими обрывками из прошедшего из будущего уродливыми хлопьями иногда были галлюцинации дивные по эстетичности иногда циничные ужасные по эротичности все самое святое и дорогое было ужасно я помню это были ощущения но я их забыла да и слава богу я помню что были эти ощущения но я их забыла да и слава богу бред галлюцинации я помню что иногда останавливалась на ветхом завете на древней священной истории и тогда мне часто представлялось что я еврейка и мне представлялся еврейский народ со страшной несчастной судьбой своей мне тогда много думалось о нем мне казалось что и между ними есть много униженных и оскорбленных ужасно сознавать и чувствовать если душа чутка и развита что на вас смотрят как на плевелы как на язву которая если явится везде кругом все разрушает и главное тяжело невыразимо тяжело чувствовать что масса тебе родного и любимого тобой народа действительно отравлена ненормальностью положения и представляет нечто разлагающееся вечные космополиты никому не нужны заползающие с унижением всюду никем незваные и непрошенные с больным самолюбием они бессильно нервно силятся доказать свою даровитость и необходимость человечеству от этой вечной незаконности существования в стране где они вечные батарды они в массе развили в себе только инстинкты самосохранения своей расы это она еврея говорит и друг друга обожание к металлу к деньгам до забвения всего остального ибо он дает им возможность купить все что хорошо или подло и мелко презирать всех кроме себя и таким образом устроить себе нечто похожее на жизнь и независимость моих бредах о будущем евреи не представлялись опять всплывшими мстительными деятелями по разрушению и созданию многого нет этот народ так не кончит с такой энергией к идее у интеллигентной и выработкой способности бороться за существование у массы они еще повоюют смешно сказать я воображала уж себя живущей в другой эпохе и ловила следы милой и дорогой старины ну вот это она свои переживания а Россия моя дорогая Россия как я болела о ней душой в общем переполохи существует ли она или стерта с лица земли вот вопрос который я себе тогда задавала помню как страшно я раз обрадовалась проснувшись в сумерках я увидела около себя сидящую женщину все в ней говорила о деревне о крестьянской избе это была сиделка только что поступившая в клинику обувь ее пахла кожей дегтем чем-то мне родным русским эти подошвы топтали мою родную землю и я нагнулась и схватив ее башмак жадно прильнула к ней губами ты из деревни ты русская баба о милая наимная простая как в тебе я люблю всех вас эта больная обратилась к вновь поступившей сиделке сударыня бариня что вы делаете ответила сиделка она очень была заинтересована мной и полюбила меня мы даже как-то поговорили и поняли друг друга долго после она все покровительствовала мне и издали улыбаясь и кивая головой говорила а моя то моя то милая моя по коридору бегали в халатах другие больные одна очень некрасивая но добрейшая немка она говорила ломаным русским языком очень бойко и все сердилось другая брюнетка с обстриженной головой как у мальчика с диким пением и возгласами и много было разных страшных и уродливых особенно в саду на нас выводили гулять и думалось мне что мы проклятые прокаженные всеми заброшенные всеми выброшенные из мира в саду была беседка напоминавшая мне чем-то церковь и я все шла туда и там сидела но и там мне часто представлялось что я призрак и все призрачно и что лечу я в необъятном пространстве на планету Марс звон и шум стоял в голове и ушах и мне казалось что телеграфная проволока проведена через мои уши живой души хотелось хоть черта с рогами да чтобы живым духом человеком пахло проснувшись раз ночью с дрожью и холодным от ужаса потом я стала смотреть на деревянную коричневую дверь огонь стекло сверху из коридора освещал ее и вдруг мысль что дверь деревянная стало быть материя существует значит и люди ее делающие тоже существует осенило меня стало быть плотники есть рабочие и я на земле я энергично вскочила отворила дверь и вышла в коридор дежурная дремавшая на скамье с испугом стала смотреть на меня и уговаривала идти спать я не могу спать и ни за что не уйду и я села на скамье с другой стороны идите идите я доктора позову зовите кого хотите и мы сидели в полной тишине дежурные менялись пришла старушка сиделка Ольга Павловна я ее любила у нее не было испуганного взгляда как у большей части сидела вид у нее был такой добрый точно она откуда-то пришла где очень интересно и что-то принесла здравствуйте голубка вот и я дежурить пришла сегодня в отпуску была что ж не спите милая моя мне скучно мне страшно где мама где мои дети мне невыносимо убейте меня лучше и я заплакала что вы родная чего вы выздоровите у нас все выздоравливают всех увидите все живы здоровы я насторожила уши как вы значит видели и знаете мою маму знаю что жива здорова и дети здоровы и феденька все все здоровы все во мне затрепетало и мир на месте и мир на месте и все по-прежнему и все по-прежнему и я маму увижу увижу увидите и детей увижу и детей увидите душечка ангел дорогая когда я их увижу когда вы их видели и я схватила ее кослявую руку ничего больше не скажу ложитесь спать а я около вас посижу она взяла мою руку когда я улеглась на мое ложе надежда далеким лучом едва заметным засветила мне и опять я скоро улетела в мир грез и фантастических снов милая старушка дай бог тебе подольше пожить и послужить бедным страдальцем ты первая была доброй вестницей горлинкой принявшей мне масличную вет утром я вышла в коридор и объявила сиделкам что я свою комнату ненавижу что это мышеловка сиделкам толстенькой и добродушной дуни и строгой бледной Наташи это определение очень понравилось они смеялись и говорили действительно мышеловка что вы верно это вы верно сказали я попросила чтобы мне кровать принесли в коридор это и сделали слава богу я приняла человеческий образ и разговор стал стало дружить сиделками расспрашивать об их мужьях и детях они полетели с вестью о выздоровлении к врачу какое было счастье когда я сознала что ничего страшного не было и тысячелетия не прошли а что я заболела 16 апреля а это 29 апреля значит того 7 да нет 16 10 13 дней она болела соня и дети живы и все цело и я живой человек только страх где я сижу и за свою самостоятельность и свободу был уже второй сознательной ступенью выздоровления первое чувство радости при возвращении сознания напоминает ощущение человека после страшной бури и кораблекрушения случившегося близ дикого и пустынного острова после страшной радости спасения наступает реакция сознания того что второе положение твое где ничего нет и все нужно завоевывать пожалуй даже хуже первого так как иллюзий нет иллюзий сумасшедшего после всех ощущений грандиозности оказаться просто в сумасшедшем доме и вместо комнаты великих страдальцев за идею просто в комнате для буйных больных да этот момент опасный в жизни психических больных сознание того что ты должен со всяким здоровым человеком шаг за шагом отвоевать себе взгляд на тебя как на уже здорового человека подхватывать подозрительный взгляд постороннего на это нужна выдержка философский взгляд и сила к отпору чудачество разнузданный язык оригинальность неумение управлять своими задерживательными центрами часто допускается и в миру в гостиной но там где я находилась нет за той стеной ты предмет наблюдений если ты грустен находят что ты нездоров ибо меланхоличен весел находят неестественным ибо в твоем положении бить веселым немыслимо когда озлобишься и замолчишь от усталости сидеть в клетке или когда кто-то с сангвиническим характером станет дараться решать что тебе опять хуже и мочало мочало опять сначала опять приходится отвоевывать свое выздоровление когда по выходе из клиники мы с мамой пришли благодарить священника церкви Бориса и Глеба то и он всматривался в меня пытливо я слава Богу все эти тонкости поняла и после горечи первого сознания стала смело глядеть в глаза неказистой действительности не надо забывать что я была в первоклассной клинике с гуманищими докторами людьми заслуживающими название человека в полном смысле этого слова они так сказать шли впереди меня чутко следя за колебаниями моего рассудка что же там где доктора вместо психиатров заслуживает больше названия мясорезов и душерезов что же там где и нечуткие люди а карьеристы манекены чиновники кроме того нужно взять во внимание что из той юдали печали где больше всего людей униженных и оскорбленных и в материальном отношении выздоровевшие большей частью должны по выходе тот час зарабатывать себе хлеб разбитые полные воспоминаний своих страшных грез со страхом заболеть опять робкие долгого опекания они должны сразу вступить на самостоятельный трудовой путь и нет у нас в России переходного места вроде колонии где можно было бы уже жить человеком но без всей тяжести жизни и за куска хлеба там легко было бы окрепнуть иначе положение ужасное да и кто возьмет зная что оттуда из психушки большей частью этим лицам негде преклонить голову понятно что доктор-психиатр должен быть прежде всего добрым гуманным человеком здесь-то я особенно и оценила в клинике некоторых докторов действительно до трогательности великих и бесконечно глубоко добрых скромности при этом в этих людях нет конца у них действительно правая рука не знает что делает левая третья ступень моего выздоровления была скука с добродушными милыми сиделками и их будничными интересами потянула затасковала по интеллигентному миру по мысли по книге меня скоро перевели наверх нервным больным а там я с жаром принялась возиться со всеми больными изучать расспрашивать их отвоевывать их от их бредов и галлюцинаций и меня это очень заняло хорошая клиника и мудрый у нее администратор что именно нравится мне в ней это то что основой ее служит идея равенства и братства графиня княжна купчиха крестьянка все в одинаковом положении разницы не делается не то что сейчас да отдельные клиники да и в советское время ЛСУ да лечебная комиссия кошмар это в царское время хорошая клиника и мудрый у нее администратор что именно нравится мне в ней в этой клинике это то что основой ее служит идея равенства и братства все равны перед Богом все равны перед смертью все равны перед болезнью правда перед болезнью не все одних лечат хорошо у кого деньги есть других хуже лечат у кого денег нет графиня княжна купчиха крестьянка все в одинаковом положении разницы не делается в каждой личности прежде всего уважается человек сиделки тоже совершенно равны со всеми причиной тому служит то что администрация больницы не позволяет бывшим больным давать на чай прислуги в руки и все что хочешь дать отдается в контору и к Рождеству вся эта сумма поровну разделяется между служителями и сиделками то есть не бросивши рублик да в карман чтобы завоевать какие-то привилегии администрация запретила и то кто хочет скажем так дать значит чаевые да значит не дается запрещено сиделкам брать деньги чаевые а все это относится в контору и к Рождеству вся сумма которая скопилась да за год поровну разделяется между служащим между служителями и сиделками много я узнала в клинике хороших людей и заглянула во многие трудовые уголки человеческой жизни я считаю что мое пребывание там было для того чтобы понять что такое настоящая юдаль печали прежде когда я горевала в острую минуту я жизнь так называла нет теперь я другого мнения у вас свобода у вас сила для работы и цель святое дело а там в сумасшедшем доме томятся несчастные воистину призраки то поднимаясь величие то падает до самого низменного человеческого состояния ужасное положение правда говорится кого бог хочет наказать отымет разум мне это пытка и вынесенные страдания дают большую силу для борьбы за правду и за несчастных ближних в особенности нет жив еще человек и я живу и действую по мере сил постоянно вспоминая слова незабвенного Кавелина топи жизнь действительности не задумывайся над личными вопросами а то сердце лопнет когда умрешь останутся для людей мысли дела труды то что человек произвел умственного сердечного и нравственного для других этим его будут поминать а если и забудется имя то дело останется для других хотя бы и забылось от кого оно пошло на этом кончаются записи всякие дополнения это уже автор пишет этой статьи Федор Александрович Свечин всякие дополнения комментарии и собственные выводы я считаю излишними так как исповедь бывшей сумасшедшей бывшей душевно больной и собственные выводы я считаю излишними так как исповедь своих выводов заключает в себе все что я сам мог бы и хотел сказать но с моей стороны это были бы только рассуждения а в исповеди мы имеем факты и оригинал Федор Александрович Свечин ну вот так уважаемые слушатели вот такая интересная статья надеюсь очень надеюсь что эту статью по крайней мере больные люди мои скажем так адепты этого канала так прочту от начала до конца а не одну две три минуты надеюсь очень надеюсь потому что если я увижу что и эту статью среднее чтение будет составлять полторы или три или пять минут да я уже буду очень и очень разочарован чем вас почивать мои уважаемые подписчики слушатели посетители чем чем вас заинтересовать чем вас заинтересовать вот я смотрю даже среднее значит так сказать просмотр средний средний просмотр стрима это уже где-то двадцать с чем-то минут стрим бывает и пять часов двадцать минут консультации то же самое то же самое самое максимальное тридцать а это редко бывает тридцать минут при наличии двух с половиной часовой консультации но если уже и эту статью это же не философская статья это понятная статья тем более я ее попытался и прокомментировать потому что там тоже иногда не каждый поймет о чем речь идет у этой дамы дама высокоинтеллигентная высоко значит образованная и так далее и так далее и тому подобное это девятнадцатый век наконец но она пишет она испытала на своей шкуре то что многие наши пациенты испытывают на своей шкуре как не прочесть то есть как не прослушать слушайте слушайте надеюсь что прослушайте на этом я доктор Джордж Горбатов завершаю чтение этой статьи прощаюсь с вами до следующих чтений стримов и консультаций спасибо 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 спасибо